Детское творчество – это уникальный вид искусства. В нем никогда нет фальши и обмана. Эмоции и чувства, переданные с помощью кисти на полотнах, всегда искреннее. Именно они раскрывают все то, что чувствовал юный творец в минуты вдохновения. Именно такими, не по-детски серьезными и в то же время непосредственными, являются и воспитанники развивающего центра «Аленка». На протяжении нескольких лет ребята постигают азы творческого ремесла под чутким руководством талантливого художника Алены Парабкович. В каждом юном даровании педагог старается открыть будущего мастера кисти, а потому подбирает каждому детскому сердечку свой уникальный ключик. Многие люди не стали известными, несмотря на то, что талантливые, потому что их никто не увидел. И это печально. Но чтобы не думать о печальном, я делаю все возможное, чтобы то поколение, которое есть сейчас, чтобы его увидело. И то, чтобы его увидели, и сохранить их внутреннее понимание, талант, возможности. Все, чтобы, как сказать, законспектировать, да, и чтобы все люди увидели. И когда они вырастут, очень многие, я знаю, черпают вдохновение в детстве. Я занимаюсь в «Аленке» уже 5 лет. Мне тут больше всего нравится лепить. Мне очень нравится рисовать на больших листах и большие предметы. Именно здесь, в небольшом, на очень уютном помещении общежития по улице Советских Конституций, собралась команда будущих победителей. Фестиваль «Волна идей» этот творческий коллектив покорил уже второй раз. Яркие воспоминания о мероприятии хранит не только память, но и фотографии, на которых ребята с удовольствием разглядывают себя. Насыщенная программа подарила огромное количество эмоций и хорошее настроение. Мы сидели на большом-большом мосте, который шел практически через все море. И там много людей сидело. Мы сидели все рядом, смотрели, как каждый человек рисует. Потом выставляли свои работы, говорили, что кому надо доделать. Рисовали то, что видели. Кто рисовал горы, кто корабли. Много чего было вообще. Когда мы полотно рисовали, мы все вместе его рисовали. То есть помогали друг другу. Кто-то за кого-то что-то делал чуть-чуть. Из Болгарии юные дарования привезли две значимые награды – золотую и креативную «Волны». Фестиваль подарил начинающим художникам хороший практический опыт, а также новых друзей из разных уголков мира. Сегодня творческий коллектив готовится к участию в проектах республиканского масштаба. А в планах покорить мировую публику еще не один раз. Продолжение следует...